Я лежала в постели и не могла заснуть. Я была одна дома. Тихую безлунную ночь. Я ворочалась, пытаясь найти удобное положение. Но все равно мне было неспокойно. Что-то сегодня ночью было не так. Я ворочалась и ворочалась, пока наконец не нашла удобное положение. Я закрыла глаза, но не почувствовала большой разницы. В комнате было и так слишком темно, чтобы увидеть хоть что-то. Я лежала тихо и неподвижно. Тело расслабилось и разум затуманился. И я наконец-то была готова к необходимому мне отдыху. Вдруг тишина была нарушена. Мои глаза широко открылись, а в голову сразу полезли страшные мысли. Почти без всяких сомнений это был звук удара кулаком по стеклу. Но нет, этого не может быть. Зачем кому-то будить незнакомого человека у него дома? Подумай логически. Если кто-то хочет вломиться, то зачем ему стучать в окно? Они просто разбили бы окно, вломились в дом и наделали много шума. Либо пытались бы вести себя как можно тише. Зачем стучать? Монстров не существует. Я немного успокоила себя. И могла бы просто посмотреть в окно. Но я отвернулась в другую сторону, слишком напуганная, чтобы повернуть голову. Боясь увидеть свой самый большой страх за окном. И все же, что это может быть? Может быть пара птиц ударилась мне в окно? Нет, это слишком неправдоподобно. Может это какие-нибудь детишки гуляют ночью и стучат в окна, чтобы развеселиться? Возможно. Давай еще подумаем. Может это мое воображение? Может быть я услышала обычный скрип в доме, и моя паранойя превратила его в стук. Нет, определенно это не мое воображение. Эти чертовы дети постоянно шалят. Они не сдадутся, пока не получат какой-то реакции. А может быть какой-нибудь ужасный урод стоит на улице, который только и ждет, когда я выйду, чтобы напасть на меня. Не будь параноиком. Кроме того, он снаружи, я внутри. Пока я не услышала треск стекла, я знаю, что я в безопасности. Монстров не существует. К тому же я еще не совсем сюда переехала. Может быть эти дети поймут, что я крепко сплю и оставят меня в покое. Нет, это не могут быть дети. Ни один ребенок не будет так долго ждать ради того, чтобы разозлить кого-то. Им бы просто стало скучно, и они двинулись бы дальше. Но что бы это могло быть? Почему серийный убийца из всех людей на свете выбрал именно меня? Подумай логически. Монстров не существует. Не будь параноиком. Они снаружи, я внутри. Пока я не услышала треск стекла, я в безопасности. Но если это не монстр и не убийца, тогда кто? Просто притворись, что спишь. И может они уйдут. О боже, я не могу не думать об этом стуке. Я ненавижу этот непрекращающийся шум. Пожалуйста, уходите, оставьте меня в покое. Я теряю надежду. Кто бы это ни был, он собирается зайти внутрь и сделать со мной что-нибудь ужасное. Выдохни. Теперь сделай глубокий вдох. Я ощущаю, как сердце выскакивает у меня из груди. Просто расслабься. Монстров не существует. Помни, они снаружи, ты внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Повторяй это, не позволяй страху победить тебя. Просто делай вид, что спишь. Не шевелись. Помни, они снаружи, ты внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Монстров не существует. Просто делай вид, что спишь и молись, чтобы это закончилось. Помни, они снаружи, ты внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Слезы начинают стекать по моему лицу. Монстров не существует. Монстров не существует. Я начинаю тихонько шептать про себя. Они снаружи, я внутри, пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Они снаружи, я внутри, пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Я больше не могу это выносить, я сойду с ума. Слушай этот стук. В конце концов, я посмотрю, кто там, я успокоюсь. Сделай глубокий вдох. Я повторяю себе еще раз. Они снаружи, я внутри, пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Они снаружи. Я внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Я делаю еще несколько вдохов. Мое сердце стучит с такой силой, что готово вырваться из груди. Я медленно поворачиваю голову к окну. Мое сердце останавливается. Я слишком напугана, чтобы кричать или пошевелиться. Я повернула голову и увидела бледную фигуру с бусинками черных глаз, смотрящими сквозь меня. Прямо мне в душу. Ужасная ухмылка расползается по ее лицу. Все это время оно стояло внутри, стуча в мое окно.